Сегодня Народный контроль отправился в очередной рейд по торговым киоскам и магазинам, где запрещено продавать пиво и другие алкогольные напитки. О результатах рейда в нашей постоянной рубрике. Товарищ продавец, открывайте. Я вас к административной ответственности привлеку за неуполнение законного требования сотрудника полиции. Без участковых, внутреподобных торговых киосков попасть невозможно даже Народному контролю. Закон защищает права предпринимателей, и они хорошо это знают. Что же касается законов, которые стоят на защите интересов покупателей и просто жителей города, то здесь, в юридических познаниях торговцев, либо явный пробел, либо полное игнорирование фемиды. В первом же проверенном киоске снаружи все чинно и благородно. А в закромах, где-то совсем в глубине, шесть упаковок пенного и отдельные бутыли по полтора и два литра. Вряд ли, говорят специалисты, эти запасы для утоления собственной жажды. Скорее, собственной жадности. Вы начинаете оформлять? Да. Тогда я вызываю следующую бригаду. Да. Продавец киоска, что называется, садится на телефон. То ли хозяина вызванивает, то ли предупреждает коллег о возможной проверке. Народный контроль понимает, медлить со следующей точкой нельзя. Так, ребята, ребята, уже сарафанное радио работает. Погнали, погнали. Иначе мы не победим. Вот пиво. Холодильники забиты пивом. На полу стоит пиво. Здесь в ящиках, в коробках, в упаковках. В следующем киоске свою деятельность даже не маскируют пиво на витрине, и пиво внутри павильона заполняет все свободное пространство. При этом продавец настроен и по-боевому, доказывает, что все происходящее – это неправильно. И очевидное нарушение закона для нее – вещь невероятная. Закону этому уже, если мне не изменяет память, уже года три как минимум. Он давно уже действует. Просто что сейчас пошла активная работа в этом направлении, и, соответственно, и вы, и ваш предприниматель будете наказаны. А вся алкогольная продукция сейчас будет мною изъята. Нет, извините. Я пока разберусь. Я пока вам не дам. Я никуда не деваюсь. Я вам еще раз говорю. Все будет на месте. Не будет изъято. Будет изъято. Если вы сомневаетесь, то я вас сейчас… Нет, я… Нет, меня пока никто не информировал. Я вас привлеку к административной ответственности. Впрочем, в своих убеждениях женщина не одинока. В магазине «Через дорогу» тоже уверены, что пиво здесь на полном легальном положении. Народный контроль владельцу точки помогает совершить открытие. Оказывается, не только в киосках, но и в маленьких, нестационарных магазинчиках, которые можно быстро собрать, разобрать и перевезти на другое место, пенное продавать тоже запрещено. Мы слышали телевизором, сказали, что киоскам нельзя. Мы же не киоски. У нас там сказали, что 50 квадратметров, если есть, можно. Вместе с этим продавец и владелец магазина утверждает, что они всего лишь распродают остатки пива. Интересно, с чего бы такая распродажа, если все по закону? И, к слову, если здесь так все рдеют за правила, то почему замороженные курицы в холодильнике выложены рядом с кондитеркой? Это же вопиющее нарушение санпинов. Не хочу отвечать я вам. Ничего не соблю. Скажите, а вот вы знали, что нельзя пиво продавать? Я ничего не знал. Два литра, три литра осталось там. Что мне делать там с ним? Как вас зовут? Это именно надо? Конечно. Как вас зовут? Нет, у меня зовут. Нет, у меня зовут. Урожай собирается, есть факторы неожиданности определенные. И плюс мы уже определенно едем по тем торговым павильонам, по которым есть информация предварительная о том, что здесь есть нарушение. То есть жалуются сами жители города. Под занавес делегация народного контроля посетила павильончик, в котором была неделю назад. Как и в прошлый раз, пиво на любой цвет, вкус и кошелек здесь оказалось в свободной продаже. Выходит, что изъятие напитка и административные штрафы отрезвляют далеко не всех предпринимателей. Мы будем обязательно расширять, будем проверять и просрочку, будем проверять и документы на мясную продукцию, что тоже является большим спектром нарушений по линии торговли. И эта вся работа проводится в рамках народного контроля, в рамках большой программы, объявленной губернатором народосбережения. То есть нам не безразлично, чем питается народ нашего города. И последнее. Из пяти торговых точек, которые посмотрел народный контроль, пиво не продавалось только в одной. А места, где его можно купить, все подсказаны жителями Ноябрьска. Похоже, что народный контроль приобретает масштабы всенародного. Ирина Потехина, Григорий Куроптев, Народ.